Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Эхо Москвы в Казани. Уважаемые радиослушатели, на время нашего разговора выключите свои мобильные телефоны. Видео и фотосъёмка запрещена. Приятного вам прослушивания. Культурный разговор. Да, действительно, культурный разговор у нас на Казанском эхе. Вот так неожиданно, хотя мы всем пообещали нашим слушателям, что мы ушли в отпуск со всеми. Но нас очень попросили, и мы не могли отказать от Татарской филармонии. У нас сегодня в гостях Светлана Алексеевна Черных, специалист по работе со зрителями. Здравствуйте. Добрый день. Мы почему с вами встретились? Потому что это тот момент, когда обязательно нужно сказать зрителям о невероятной возможности целый год ходить на концерты с огромной, можно сказать, с огромной скидкой. Можно так сказать? Ну, с одной стороны, конечно, с огромной скидкой, а самое главное, с огромным удовольствием. Правда? Не без этого. И почему мы к вам так настоятельно просились? Потому что впервые мы устраиваем не просто какую-нибудь там продажу, ярмарку наших абонементов и наших концертов. Мы хотим еще предварить эту продажу презентацией. Потому что, знаете, когда мы живем в таком замечательном городе Казани, и столько кругом предложений, куда бы пойти вечером, днем с детьми, с семьей, с какими-то коллегами, партнерами, иногда мы пропускаем что-то очень важное, интересное, в силу того, что информация не всегда доходит вовремя. И вот мы решили в этом году сделать вот такую презентацию нашего сезона с одной единственной целью. Вот так вот взять и показать все то, что ожидается в сезоне. Конечно же, на эту презентацию мы приглашаем всех. Хотя в зал филармонии пока еще закрыт для концертов, но для презентации 5 августа будут открыты двери. Стоит только взять приглашение в кассе, приглашение, конечно же, бесплатное, и пройти на эту презентацию. Вы знаете, я вам очень благодарна, что нас пригласили, потому что влюблена в город Казань. Вижу, насколько здесь интересны и исполнители коллектива, и совершенно замечательнейшая публика. Настолько она продвинутая, настолько она современная. И настолько я была и в БКЗ, конечно же, и в театрах города Казани. И вот я совсем недавно здесь живу, но я просто влюблена в людей, которые интересуются всем тем, что происходит рядом. Вы успеваете еще и сами ходить на концерты и в театры. Вы бы сами, если бы у вас была такая возможность, куда бы взяли абонемент? Вы знаете, я, конечно, бы ходила в филармонию, в татарскую филармонию, потому что этот сезон ожидается невероятно красивым. Будут такие имена, такие жанровые абонементы или встречи с такими исполнителями, которые, в общем-то, я скажу вам по секрету, одна моя приятельница, приехав ко мне в гости из города Екатеринбурга и увидела нашу будущую программу, стала отмечать себе те даты, когда она все бросит и приедет сюда. Потому что для нее это те имена, ради которых стоит приехать в город. Конечно же, БКЗ мне тоже очень нравится. И оперный театр, и театр Камала. Я все понимаю, что есть люди, которые ходят везде, но ведь есть те, которым, например, удобнее ходить по месту жительства. И я вот мечтаю, чтобы татарская филармония стала более понятным и доступным местом, куда можно прийти и с семьей, и с компанией своих друзей, и посоветовать кому-то подарить наш абонемент, например, в подарок дню учителя или дню пожилого человека. Так что я считаю, что вот эта встреча 5 августа для очень многих станет откровением, что в татарскую филармонию не просто нужно и можно прийти, а это еще и будет удовольствием. Самое интересное, что вот 5 августа 18.30 в татарской филармонии будет именно презентация нового сезона. И это не просто ведь несколько там абонементов, которые может купить человек, да, с какими-то условиями, а это конкретно разбитые концерты под определенные жанры, я так понимаю, да, которые человек, слушая вот эту презентацию, уже поймет, что ему интересно, что ему близко. Да, он для себя выберет. А может быть для себя что-то новое даже откроет. Давайте немножко поподробнее. Давайте, вот смотрите, всего у нас 21 абонемент, то есть это 21 серия. В каждой серии может быть от 3 до 6 концертов. И все эти серии, они, конечно же, скомпонованы таким образом, что где-то это наш оркестр замечательный Анатолий Иванович Шутикова приглашает, где-то это абонемент романсовый, где-то абонемент это World Music, да, там, где мировая музыка, где-то это абонемент музыкальный театр, где-то это дневные абонементы для детей, где-то, конечно же, абонементы музыки классической, такой академической, там, где будет романтизм, например, или цикл фортепиано. Это готовые маршруты. Почему я всегда приглашаю именно с этими маршрутами познакомиться? Потому что это, знаете, такая вот, ну как бы я даю себе возможность в этом сезоне ну что-нибудь такое для себя открыть. Например, я говорю, я хочу познакомиться с музыкой мировой, да. Вот что вообще вот звучит вокруг нас? Это и аргентинская танго, это ирландская музыка, это, может быть, кубинская музыка. Правда, я хочу вот узнать мир вот с этой стороны. Или, например, я хочу познакомиться с теми солистами, которые поют в жанре романса. Ну, вы знаете, я вот, опять же, знакомясь с исполнителями, я их все прослушиваю, просматриваю, и я в очередной раз убеждаюсь, что молодые исполнители, талантливейшие, с великолепными голосами, они же почему-то романсы поют. Потому что музыка вечная, потому что интонация человеческая, потому что стихи великолепные, правда. И поэтому вот эти вот серии, которые мы предлагаем, это, конечно, прежде всего уже сформированный маршрут. Можно купить два-три разных, и весь сезон распределить, хочу вот это, хочу джазовую музыку, ну и хочу что-нибудь для детей, для семьи, правда. Но когда вот столько предложений, 21 абонемент, начинаешь теряться, на что же обратить внимание. И тогда вот эта презентация, она может расставить приоритеты внутри каждого желающего. Ну и, честно говоря, еще и познакомиться. Хорошо, я этот абонемент не куплю, но вот этот исполнитель или эта программа настолько мне интересна, что потом я пойду на этот концерт уже по билетам, правда. Вот презентация, любая презентация, это знакомство, это путешествие, это такой, знаете, вот пазлы. Это пазлы, которые мы собираем в течение сезона, и получается такая красочная, многоликая и очень яркая картина. Для того, чтобы выбрать, что же я хочу, мы предлагаем познакомиться, где будут видеофрагменты, где будет короткий очень рассказ, где будет где-то подсказка, что вам лучше может пригодиться, если у вас есть какие-то предпочтения, да, где-то будут откровения, где-то это, возможно, будет что-то настолько знакомое и любимое, что, наконец-то, я это услышу. Потому что если есть музыка, например, Молчанова, и все знают знаменитые его песни, то с удовольствием их услышат. Если кто-то знаком с Казанской филармонией, наверняка знают, что есть в Казани филармония, которая в свои истоки, вот именно с точки зрения педагогики, взяла из Москвы и Санкт-Петербурга, был такой первый ректор Жиганов, и мы узнаем, а что это за музыку, он еще писал. Понимаете, очень много интересного может быть, и если бы мне вот сейчас сказали, выбери что-нибудь, я бы растерялась. Вот вы бы растерялись, как специалист. А если человек хочет для себя просто открыть филармонию, с чего ему начать? Да, вот вы знаете, я очень рада, что меня услышали мои коллеги, и в этом году мы придумали специально такой абонемент под названием «Музыкальная академия». Я еще это называю такой, знаете, абонемент знакомства, абонемент «Точка входа» или абонемент «С чего лучше начинать слушать музыку». И мы такой абонемент придумали. Там будет один концерт, это наш оркестр народных инструментов, но там будет музыка великолепнейшая, мировая, и мы попробуем на этом концерте рассказать, а чем же отличается музыка Грузии от, скажем, узбекской, от татарской, от русской, от какой-то там еще, да, мы просто покажем. На втором концерте это будет знакомство с джазом, но именно так, что джаз за час, да, пробежимся по джазу, это будет именно с чего начинать слушать джазовую музыку. Будет концерт фортепиано, где будет играть один из великолепнейших российских музыкантов, пианист Александр Гиндин, у которого есть такая золотая коллекция, знаете, такой джазминский набор. Самое красивое, самое приятное, самое знакомое и вечное, да, из фортепианной классики он будет играть. И, конечно, вот такие концерты, да, и еще будет наш лекторий филармонический, где мы будем знакомить с идеей голосов. И вообще вот слово «голоса» — это будет такой, ну что ли, красная нить такая будет всего сезона, потому что голосов будет множество. Это будут и оперные дивы, и джазовые певцы, и певицы, это будут и романсы, это будут и народные песни в таком великолепном исполнении, что, я думаю, запомнятся все, да. И поэтому вот такой абонемент под названием «Музыкальная академия» — это именно пропуск в классику. Кроме этого я еще вот скажу вам, что я сама организовала и вот уже провела несколько лекций, и у меня будет свой лекторий. Но это, знаете, такой, скажем, музыкальный ликвест для взрослых. И будет четыре концерта. Этот абонемент, он не будет продаваться, он будет для всех абсолютно бесплатным посещением. Это наши условия, нам это интересно. Нам интересно рассказывать о том, что такое эпоха романтизма, а что такое всем известный жанр вальса, откуда он взялся и почему у него такой тернистый путь. Я буду рассказывать про профессию дирижер, почему эта профессия кем-то очень славится, а кто-то думает, а зачем вообще оркестру дирижер, да. И, например, что такое мадригал или что такое какая-нибудь тамчикона, и почему эти жанры, они до сих пор используются в классике. Вот такой цикл лекций будет у нас тоже. И те, кто придут на презентацию, тоже об этом услышат. А когда возьмут нашу книжечку по абонементным сериям, увидят те даты и те темы, которые мы заявляем. Это как раз для того, чтобы человек понял, мы в Татарской филармонии будем стараться сделать наше место приятным, полезным, знаете, которое приносит радость людям. Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Светлана Алексеевна Черных, специалист по работе со зрителями Татарской филармонии. И мы рассказываем о том, что 5 августа в Татарской филармонии в 18.30 произойдет презентация, состоится нового сезона именно по поводу абонементов. Какой абонемент выбрать себе? А может быть, вы сказали, можно еще и несколько купить. Значит, у них довольно-таки доступная цена. Давайте по стоимости немножко. Вы знаете, вот абонемент во всем мире, более выгодная форма покупки походов в театр или в концертный зал. И эта традиция сложилась еще начиная с 19 века во всем мире. Оптом дешевле всегда, но это отдельно взятый продукт. Это не комплект, не конвертик, куда 4 билетика положили. Это отдельно продукт, у которого есть своя уже дисконтная скидка, которая заложена в стоимость. И это всегда будет дешевле процентов на 20, чем стоимость по билетам на эти же мероприятия. И если билет стоит 500 рублей, и 4 концерта стоят 2000, то абонемент будет стоить, например, 1600. Это я вот вам говорю как арифметика. То есть цены, стоимость абсолютно доступная. Вы знаете, доступная. Когда смотришь, сколько стоит посещение на какой-нибудь там поп-концерт или рок-звезду, понимаешь, что цены на классику, они несравненно ниже, но от этого не хуже сами концерты, которые мы предлагаем. Но кроме этого, у нас же еще будет ярмарка. Вы знаете, я горжусь тем, что вот я, Светлана Алексеевна, придумала в 1996 году ярмарки абонементов. И теперь они во всей России проводятся каждый год. И здесь они тоже проходят. И вот у нас будет ярмарка, начиная с 9 по 15 августа, где плюс вот к этому уже заложенному дисконту будет еще ярмарочная скидка. Поэтому познакомиться 5 числа, прицениться, посмотреть на программы для себя выбрать, но еще и получить такую вот скидку дополнительную, которая будет и не только в кассе «Филармония», но и на сайте. На сайте будет действовать промокод. И для всех, кто зашел на сайт, зарегистрировался и хочет купить абонемент, для него будет скидка еще точно такая же, как она была бы в кассе. И поэтому, конечно, вот в нашей книжечке, которую все получат на презентации, или можете уже сейчас в кассу зайти, эту книжечку абонементную взять, там как раз есть такой сравнительный шаг. Можно увидеть и цену всего абонемента и посмотреть, а сколько бы стоили отдельно билеты. Потому что, скажу вам честно, есть абсолютно звездные исполнители, те, которые, я просто уверена в этом, потом нельзя будет купить билет, потому что они действительно великолепны и известны, и уже заслужившие себе славу, не только в России, но и в Европе, например. И поэтому, конечно же, абонемент — это не только экономия, это еще возможность заранее обеспечить себе место на этих концертах. Абонементы — это вообще классная штука. Но вот, зная по своему опыту, по опыту моего окружения, по опыту посещения спортзалов, есть такой момент, что когда у тебя лежит абонемент в спортзал, ты как-то начинаешь, перестаешь туда ходить. Ну, да, я с вами абсолютно согласна, но в отличие от спортзала, вы же в спортзале тоже имела всегда абонемент, все мечтаю в Казани тоже заиметь такой абонемент, потому что это для меня, в общем-то, такая самоорганизация. Абонемент в спортзал — это тоже самоорганизация, и я уже думаю, что это великолепное, конечно, изобретение человечества, абонемент в спортзал, тем более, что там тоже есть скидки в определенное время, когда ты ходишь. Я знаю, что у нас забывают люди о том, что у них есть абонементы, и мы с этого сезона обязательно включим такую услугу-напоминалку. Мы будем каждому человеку писать, звонить и говорить, завтра ваш концерт, не забудьте. Это хорошая форма проявления вот такой лояльности к нашим слушателям, заслужить их доверие к нам, что нам не все равно, а то вы купили абонемент, а потом забыли, и у нас в зале никого не будет, да? Но еще, в отличие от спортзала, в абонементе очень конкретные даты, очень конкретные исполнители. Вы знаете, у меня такой большой опыт общения с нашими слушателями. Я точно знаю, что очень многие специально покупают абонемент, чтобы все остальные мероприятия своей жизни подстроить под эти походы. Они прям себе календарик на стенку вешают, отмечают кружочком те даты, когда им нужно пойти на концерт. И вы знаете, если даже какой-то концерт по каким-то причинам пропустится, то мы найдем возможность потом человеку сделать комплимент и куда-то его еще пригласить. Будем стараться. Это правда, удобно, когда у тебя уже по датам все знаешь. Конечно, конечно. Ага, в октябре я пойду вот сюда. Да, да, да. Я всем советую сразу себе запланировать такой календарь на стене на холодильнике или куда-нибудь на планинге или в телефоне, что сейчас у всех под руками. Да, и себе такие напоминалки заранее написать. Это сама организация. Я вообще за то, чтобы планировать свое время любое, которое для работы, которое для семьи, которое для развлечений. оно как-то так, знаете, делает нашу жизнь более организованной и наполненной, потому что стихийность – дело хорошее, но лучше, если мы эту стихийность организуем как-то в нужное русло. А потом мне кажется, что вот я недавно ехала в поезде из Казани в свой родной город Екатеринбург с молодыми людьми, которые рассказывали, между прочим, там очень много интересного. И, например, то, что они дают себе такое вот право посоревноваться. Один говорит, у нас в компании есть такое соревнование, кто прочитает 50 книг в сезон. То есть молодые люди иногда, вот знаете, ставят себе какие-то цели. Поход на концерты тоже может стать целью, ну, немножечко поближе быть к музыке. Вы сейчас про каких-то фантастических молодых людей рассказали историю. Они абсолютно живые. Они ехали из Казани. 50 книг за сезон. Да-да-да-да. Для них вот это вот прямо такая вот, да, фишка. Они точно молодые были, да? Абсолютно. Да, им ещё не было 30 лет. Они очень успешные. И я подумала, ой-ой-ой, как здорово. Значит, не только мы ставим себе, ну, которые уже там совсем даже не 30-летние, да? Но, тем не менее, вы знаете, я вот сейчас смотрю на аудиторию, которая приходит к нам на концерт. Я, конечно, мечтаю, чтобы у нас были молодые люди, потому что мы для них приготовили вот и музыкальную академию, и вот эти вот замечательные коллективы, которые к нам приезжают. Потому что молодых людей надо иногда подтолкнуть, что давайте оторвёмся уже от наших компьютеров, от наших плейлистов, да? Давайте уже в живую музыку. А что такое живая музыка? Это та энергетика, которую не заменит ни один самый высокочувствительный звукозаписывающий инструмент. Всё-таки аура зала. И вот те, кто рядом с тобой, это и есть рождение той эмоции, именно которой мы и живём. Она нас питает, она нам даёт, нам такое вдохновение, такой драйв. И, честно говоря, тот позитив, который нам с вами просто необходим в нашей жизни, потому что все мы в последнее время живём в таком страхе, каком-то ожидании, ещё каких-то более таких вот существенных неприятностей. Я призываю всех, давайте уже ждать чего-то радостного, чего-то приятного, позитивного, этой радостью давайте будем делиться. Я приглашаю всех на эту презентацию, ещё и для того, чтобы потом вы смогли посоветовать своим знакомым. Вы знаете, в Казани есть татарская филармония. Оказывается, там есть такие концерты, которые достойны внимания. Это здорово, действительно. И я думаю, конкретно у вас уже появились свои поклонники и слушатели ваших лекций. Есть. У меня уже есть поклонники, я им очень благодарна, что они поддержали мой проект. Пусть они увеличивают ваши уроки. Именно просветительские. Вы знаете, один педагог, который совершенно молодой человек, но на все мои лекции, у меня их было четыре, он приводил целые классы. Я думала, господи, это дети, а вдруг им станет скучно на моих лекциях. Нет, вы знаете, им скучно не было, и поэтому я сейчас в таком приподнятом настроении, что то, что делаю я со своими коллегами, это в Казани пригождается. Это такой, знаете, музыкальный ликбез, который дает только, только расширяет наши возможности и наша уверенность в себе, что мы современные, что мы открыты для любого обучения и делимся друг с другом вот тем самым позитивом, той самой любовью к музыке. Один слушатель сказал, я вас сразу узнал на Эхо Москвы, потому что вы говорите, что вы хотите всех влюбить в музыку. Я еще раз повторяю, да, я хочу всех влюбить в музыку, потому что именно в ней такой жизненный оптимизм, который позволяет нам все на свете преодолеть. Давайте напомним нашим слушателям, что 5 августа 18.30 в Татарской филармонии состоится до официального старта продаж, это важно сказать, до официального старта продаж абонементов будет презентация для слушателей, для зрителей о новом сезоне. Да, это и про абонементы, и даже про открытые концерты, про исполнители. Огромная книга вот у меня сейчас в руках. Про программы, да. Только про абонементы. Да, но каждый выберет себе то, что ему понравится. Для этого будет возможность. У нас сегодня в гостях была Светлана Алексеевна Черных, специалист по работе со зрителями в Татарской филармонии. Спасибо вам огромное. Заинтересовали так, что даже захотелось прийти и послушать. Я очень мечтаю вас увидеть, да, в наших рядах. Приходите к нам еще. И всех приглашают, да. Спасибо большое. До встречи уже в новом сезоне. Спасибо. Третий у нас в зале. Спасибо.